И такой говорящий, да еще и показывающий ящик завелся в 50-е годы прошлого столетия на пространстве всего Советского Союза. Огромный размером со шкаф и малюсеньким экраном. Что может быть общего между аквариумом с водой и телевизором, спросите вы. Все дело в том, что для первых в СССР моделей телевизоров, для того, чтобы увеличить размер экрана, применялись линзы, заполненные глицерином или же водой. Поле увеличивалось, вот только угол обзора из-за искажения ограничивался. Чего не скажешь про современные телевизоры, например, с жесткокристаллическим экраном. Кстати, до него тоже пришлось идти почти полвека. Что общего между цветком и телевизором, спросите вы. Оказывается, австрийский ботаник крайницер, исследуя холестерин в растениях, совершенно случайно обнаружил в них жидкие кристаллы, слой с которых впоследствии под воздействием электрического тока стал выдавать изображение. Такие же каэкраны сегодня встроены и в современные видеокамеры. Юрий Николаевич на тыс любой камеры, ведь за 50 лет работы с ней в тандеме стал невольным свидетелем технической эволюции. Но, как сейчас, помнит свою первую подругу. Вот эта камера, 16СПМ, она вешала килограмм 3,5. Но если в сборе ее, там компендиум одевался, прочее, прочее. И плюс к тому, обязательно аккумулятор, громоздкий такой аккумулятор на плече. Этот постоянный аккумулятор сползает куда-то, с этой шубы куда-то мешает. Эти все, обязательно нужно было ее носить на ремне. Поэтому, ну, гораздо труднее было, чем сейчас. Гору тележурналистики поведал, что пленка тогда была на вес золота. Один ее метр стоил около 15 копеек, почти как пол булки хлеба. А чтобы снять сюжет, нужно было почти 60 метров пленки. Позже появились вот такие кассеты Батакам. А сегодня мы снимаем вот на такие компактные маленькие флешки, которых хватает на целых три часа. И так не прошло века, как само телевидение буквально перевернулось. Ведь ставки на него огромные. Вы знаете, вообще, со временем телевидение перевернет жизнь всего человечества. Ничего не будет. Ни кино, ни театры, ни книг, ни газет. Одно сплошное телевидение. Елена Краснопеева, Даржи Чидопов, Новости дня. Елена Краснопаева, Даржи Чидопов, Новости дня.